Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Только что мы проверили вместе с руководителем нашего водоканала, как очищается вода. Глава округа проверил работу нового сооружения Люберецкого водоканала. У Алексея очень много друзей, хороших друзей. И благодаря им этот музей у нас появился. В Люберцах увековечили память участника специальной военной операции. Были рады приманстрить мастер-класс школьникам, младшим учебным, младшему возрасту. Как прошел последний день масленичных гуляний, смотрите в сюжете. Я говорю, что побеждает всегда не тот, кто умеет, а тот, кто владеет собой до конца. Открытый турнир по художественной гимнастике состоялся во дворце спорта «Триумф». А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств доложили о работе, проведенной за последние семь дней. Об итогах отчетного периода наш следующий сюжет. Во время длинных праздников Межмуниципальное управление МВД Россия Люберецкая работала в усиленном режиме. Сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения масленицы и мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. За прошедшую неделю Межмуниципальное управление Люберецкой обратились 2100 обращений. Также было 213 ДТП. Из них 11 пострадавшими. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 5 возгораний, 3 из которых в черте городского округа. Все происшествия без пострадавших. 23 февраля в 1 часов 35 минут Малаховка, улица Крупская, дом 30. На данном участке частный деревянный дом. Обгорелая часть дома на площади 15 квадратных метров пострадавших нет. Аварийных отключений по линии ЖКХ не было. Все системы работали в штатном режиме. В городском округе продолжается проверка исправности внутриквартирного газового оборудования. За два дня жителям поступают сообщения о том, что будет проходить плановый осмотр. При отсутствии доступа в квартиру повторные уведомления отправляют за 20 дней до визита газовой службы. Если далее не предоставляется доступ, жителю за 20-дневный срок посылается уведомление об отключении газа. Также выходит сотрудник Юникона. Если и в этот раз не предоставляется доступ, повторно, второй раз, согласно законодательству, делается уведомление уже в 40-дневный период. И после этого, если житель не предоставляет доступ, только тогда отключается газ именно по стояку. Доклады о проделанной работе зачитали представители Управлений благоустройства, территориальной политики, социальных коммуникаций, а также дорожного хозяйства. В конце встречи участники совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан. Глава городского округа Владимир Волков лично поздравил призеров чемпионата Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. Две спортсменки из Люберец получили путевку на первенство России. Чистая вода пришла во все дома Октябрьского. Это стало возможным благодаря открытию станции водоподготовки на базе ВЗУ номер один. Работу нового сооружения Люберецкого водоканала проверил глава городского округа. Вмешательство человека в работу этой станции практически не нужно. Очистка воды происходит в автоматическом режиме. Раз в день сотрудник водоканала приходит проверить исправность оборудования и убедиться, что все работает в штатном режиме. Вода из скважин поступает в станцию очистки. Здесь проходят несколько ступеней подготовки. Уходит резервуар чистой воды и, соответственно, оттуда уже подается до потребителя. Среднесуточное потребление воды в Октябрьском около 6,5 тысяч кубометров. До появления станции водоподготовки от жителей поселка поступали жалобы на качество главного жизненного источника. Теперь эта проблема решена. Из крана течет чистая питьевая вода. Только что мы проверили вместе с руководителем нашего водоканала, как очищается вода. Попробовали эту воду здесь именно с этой станции. Из крана налили вода идеальная, чистая, вкусная. И, конечно же, вот эта станция, с одной стороны, она небольшая, но это очень серьезный рывок к качественной подаче воды. ВЗУ номер один функционирует в Октябрьском с 1992 года. На объекте периодически проводят модернизацию оборудования. Работу новой станции водоподготовки с обратным осмосом запустили в конце декабря прошлого года. В Люберцах продолжается капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Ход выполнения работы в 19-м доме на улице Мира проинспектировал Владимир Волков. Этот многоквартирный дом построен 45 лет назад из силикатного кирпича. Со временем строительный материал начал разрушаться, на фасаде появились трещины. Несколько лет назад отремонтировали кровлю и заменили лифты. На подъездах установили видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Теперь утепляют фасад и облицовывают его керамогранитной плиткой. Работают 10 человек. Жители очень довольны. Работают в регламентах закона о тишине Московской области. После капитального ремонта станет теплее в квартирах, увеличится звукоизоляция. Работы планируют завершить в конце апреля. Сейчас работы идут в соответствии с тем графиком, который был утвержден нами. Жителями ведется активная работа. Все замечания принимаются, устраняются. И наша задача – подрядную организацию сопровождать до того момента, пока они не сдадут работы. В округе в этом году отремонтируют 61 фасад многоквартирных домов и почти 150 подъездов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе прошла традиционная встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Об итогах встречи расскажет наш корреспондент. Прям такой набор, где много, да, рабочек, условно говоря, можно и историю нашего края, район, город, округа, старая история, новая. Создатель частного музея «Спички» предложил издать к 400-летию Люберец сувенирный набор с портретами известных исторических личностей и местными достопримечательностями. Глава округа идею поддержал. Любовь Векшина пришла с наболевшим вопросом нехватки участковых терапевтов в поликлинике на улице Гаршина. Я то и дело бегала то в одну, то в другую, то в третью, этих терапевтов. Вот шесть поменяла, она пришла, они сказали, будут терапевты, еще много врачей будут. У автолюбителя со стажем Евгения Корнеева вопросов накопилось много. Но главный – несоблюдение водителями больших грузов правил дорожного движения и несанкционированная остановка на пересечении улиц Пионерской и Гоголя. Там маршрутки сажают непосредственно на пешеходном переходе людей. Ну и они, соответственно, там ожидают. Это по правилам запрещено, там постоянно возникает из-за этого аварийная ситуация. Плюс там параллельно еще осуществляется парковка фур на этом месте, что еще больше усугубляет обстановку с безопасностью. На встрече рассмотрели вопросы уборки дворовых территорий от снега, запуска маршрута от станции Тамилина до метро Котельники, начало строительства храма в микрорайоне Птицефабрика. Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. С 1991 года и по сегодняшний день Малаковский мясокомбинат, несмотря ни на какие вызовы, успешно ведет свою деятельность и производит высококачественные мясные и колбасные изделия. Подробности в материале моих коллег. Более 180 видов колбасы и мясных деликатесов на любой вкус. Для каждой категории отдельные условия не только приготовления, но и хранения. Здесь учитывают опыт в традиционной российской школе и в то же время ищут новые решения. Вы понимаете, что такое производство? Здесь все время надо что-то думать, что-то предпринимать и делать неординарные ходы. Но находить, самое главное, чтобы предприятие живое, оно не останавливалось. Благодаря этим навыкам руководству мясокомбината удалось с легкостью решить проблемы, связанные с антироссийскими санкциями. Специи, которые раньше привозили из зарубежных стран, сегодня заменили на отечественные. У руководства есть планы по дополнительным вводам мощностей, закупается новое оборудование. Всегда идут вперед и смотрят за тем продуктом, который на рынке появляется. Это новый, интересный. И вот только что мы смотрели ту линию, которая приобретена была недавно, новая абсолютно. Площадь всего предприятия около 6 тысяч квадратных метров. На них сосредоточено 6 производственных цехов и складских помещений. Численность сотрудников мясокомбината около 200 человек. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В парке Малаховское озеро приступают к подготовительным работам по очистке водоема. Об этапах реализации масштабного экологического проекта узнал наш корреспондент. Очистить дно Малаховского озера тыла, которое скапливается многие десятилетия, хотели давно. Жители экологический проект поддержали. Мы здесь проживаем, мы хотим, чтобы это озеро процветало, чтобы оно здесь было. Очистка, чтобы была бережная, чтобы она была как эко-очистка, чтобы это стояло на жестком контроле у администрации, чтобы очистка происходила по всем, заявленной по всей документации, чтобы люди остались довольны. Жители попросили обеспечить безопасность движения по технологическому проезду и оградить деревья на время проведения работ. К спуску воды приступят не раньше лета. И только после получения разрешительной документации в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. В соответствии с законодательством с 1 апреля по 10 июня у нас работы не ведутся в связи с нерестовым периодом. После нерестового периода подрядчик уже приступит непосредственно к выполнению работ. Технология выполнения работ предусматривает спуск воды из озера. При этом по центру озера у нас сохранится течение реки, достаточной ширины для того, чтобы река не перекрывалась. Приведут в порядок и русло реки Македонки. Дно очистят от тыла, берега облагородят. Однако эти работы будут неэффективны, если с соседних округов не прекратят загрязнять воду отходами. В прошлом году уже Раменский район проводил работу по выявлению незаконных водовыпусков и тампонированию. В тёплое время года они повторно проведут анализ и инвентаризацию берегов рек, выявят незаконные водовыпуски. Нарушителей будем привлекать, уже направлять материалы в экологический надзор, привлекать к ответственности. Все работы по очистке Малаховского озера планируют завершить осенью следующего года. А пока решили каждую неделю проводить встречи с жителями. Подрядчик будет докладывать о выполненной работе и отвечать на все вопросы в период проведения работ. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. С 30 января по 26 февраля инспекторы ГИБДД проводили социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Это комплекс информационно-просветительских мероприятий, который направлен на обеспечение безопасности детей в автомобиле. Одну из традиционных составляющих проекта «Рейда» — детское кресло сотрудники госавтоинспекции провели вместе с нашей съемочной группой. Нулевой километр Егорьевского шоссе — один из самых оживленных участков дорожного движения. Зачастую становится местом проведения профилактических рейдов ГИБДД. И вот очередная массовая проверка. В другом автомобиле дети оказались, а точнее полуторагодовалый пассажир. К маме-водителю инспекторов замечаний нет. Каждую поездку непременно я ребенка перевожу в кресло. Это очень важно, потому что это безопасность наших детей. Чтобы водители не забывали об этом, сотрудники госавтоинспекции вручают им вот такие памятки. Пример, как нужно пристегивать детей. Не нарушайте. Все, всего доброго. Детское автокресло необходимо использовать с самого рождения. Малыша до 7 лет. Далее оно понадобится, если ребенка будут переводить на переднем сидении до достижения 12 лет. На задних рядах школьников можно пристегивать только ремнями безопасности. В случае выявления нарушения перевозки несовершеннолетних на водителя составляется административный материал по статье 12.23, часть 3 Кодекса административных правонарушений. За это нарушение предусмотрен штраф в 3000 рублей. Если водитель согласен с постановлением и не планирует его обжаловать, у него есть 20 дней на оплату со скидкой 50%. Новый, уникальный случай в Московском областном центре охраны материнства и детства. Одна из пациенток, жительница Воскресенска Наталья Александрова, родила 13-го ребенка. Появление на свет всех своих детей женщина доверяет только врачам Люберецкого роддома. Счастливую маму навестили и мы. Наталья Александрова и маленький Влад уже готовятся к выписке. Малыш появился на свет 22 февраля с весом чуть больше 4 килограммов. Скоро за ними приедет большая семья. Папа, три брата, девять сестер и даже племянник новорожденного мальчика. Самый старший у меня сын, ему 24 года, он уже сам папа. Я уже бабушка, внуку 6 лет. У меня, скажем так, болезнь была такая, не очень хорошая. Пелонефрит называется. У меня врожденная двойная почка. Я дважды оперированная. После второй операции моим родным было сообщено, что я даже если заберемененную родить не смогу, не выношу. Ну, когда все-таки я забеременела, родила, уже останавливаться было нельзя. Иначе, как чудом, историю этой женщины не назовешь. Вопреки прогнозам врачей, она в 40 лет снова стала мамой. Как и в предыдущие 12 раз, важное событие произошло в Люберецком роддоме. Вам только от души здоровья и телесного, и душевного, и чтобы в семье была такая же атмосфера всегда большая. Хотя раньше у нас же наши предки, ну, в семье были большие всегда и 10, и 12. Это да, это точно. Вы как раз продолжаете те традиции. Вам за это огромное спасибо, за то, что вот вы мама с большой буквы. Второе отделение российской организации «Движение первых» открыли в Люберцах. Заниматься личностным ростом, выбирать хобби и профессию, предлагать проекты для развития города будут дети и молодёжь. Тему продолжит Богдан Колесников. Российское движение «Детей и молодёжи» объединяет инициативных и креативных ребят. К движению РДДМ первыми присоединились ученики 51-й Люберецкой школы. Теперь старшеклассники, юнормейцы, волонтёры и студенты. Мы всегда готовы встретить инициативных ребят, которые пришли со своими идеями, а мы, как тот самый мостик, трамплин, поможем их реализовать, поможем сделать их более масштабными, более наполненными, интересными. Здесь главное желание, чтобы у них был огонёк внутри, тот самый запал, тот самый задор, а уже командная работа сделает многое. Роман Рамазанов руководит медийным сообществом Российской таможенной академии. Ребята уже объединены общими целями и интересами, а когда креативные идеи могут повлиять на общественность в более широком масштабе, проще продвигать свои проекты. Я, собственно, планирую вступить в это движение, потому что считаю, что это будет помогать нам в будущем в целом достигать своих целей медийных. Такой сплощённый коллектив, он как бы всегда помогает двигаться вперёд. Дарья Дембицкая учится на втором курсе юридического факультета техникума экономики и права. К движению первых тоже готова присоединиться. Я хочу вступить, потому что я инициативный человек. Хочу везде участвовать, помочь, что-нибудь сделать хорошее. Школьники и студенты презентовали свои проекты, обменялись интересными идеями. Инициативную молодёжь поддержал Владимир Волков. Когда мы все вместе, когда объединяем любые идеи, они, конечно же, в себе воплощают потом единый смысл, единый код. Будьте первыми, будьте лидерами. Это должно быть внутри. Вы абсолютно точно самые лучшие. Поэтому, ребята, только вперёд. Присоединиться к движению первых может каждый. Молодёжная организация принимает детей от 6 до 18 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В преддверии весеннего праздника в Люберцах провели мастер-класс по созданию букета. Флористы поделились секретами, как подобрать цветы для букета и сделать его ещё привлекательнее и ярче. Подробнее в нашем сюжете. Весна начинается с цветов. Так назвали мастер-класс, который инициировали активистки местного отделения Союза женщин России. В нём приняли участие люберецкие депутаты и жёны мобилизованных. Мы хотим сделать им приятное, что они на самом деле ждут своих мужей, защитников наших, домой. И чтобы побыстрее бы они вернулись, всё, мир наладился, было благополучие на земле. В начале рассказали несколько легенд о происхождении названий цветов и их значения. Гиацинт считается цветком радости, веселья и молодости. А тюльпан – символом любви, счастья, успеха и богатства. Букет с такими пожеланиями украсит любой праздник. Чтобы придать букету нашему такой вид экстравагантный, необычный, чтобы он как-то выделялся, мы для этого используем разные веточки так называемые. Это, например, генисталь. Эта декоративная добавка к букету очень имеет тонкий аромат, который потом будет по всей квартире. Хотите сделать акцент на оригинальность? Флористы советуют уделить внимание нестандартному оформлению букетов. Любые цветы можно разбавить несколькими декоративными веточками зелени. Да, прям вот так вот. Супер, да. Для оформления композиции выбрали тюльпаны и гиацинты. Чтобы цветы дольше стояли, используют флористическую губку, которая позволяет надёжно закрепить растения под любым углом и продлить их свежесть. Десять минут, и весенняя композиция готова. Видите, кто был? Видел, что было? Ты что? Слава! Каждый мужчина хочет удивить женщину. Оригинальный букет, подаренный на праздник, точно поднимет настроение. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах увековечили память погибшего в ходе спецоперации люберчанина Алексея Ширнина. Мемориальную доску с именем героя открыли на фасаде 21-й школы. На памятном митинге представители казачьего войска, ветераны боевых действий, кадеты и юнормейцы, сотрудники НИИ парашютостроения, в котором Алексей Ширнин долгие годы работал испытателем, депутаты и глава округа. Всегда русский народ вставал к плечу и в самые сложные минуты защищал родину. И, конечно же, Алексей Викторович сделал все максимально необходимое, что зависело от него. Наша задача подрастающего поколения – помнить своих героев, помнить те подвиги, которые они совершили. Память Алексея Викторовича всегда будет в нашем сердце. И школа, в которой сегодня происходит это важное событие, будет центром притяжения молодежи. Алексей Ширнин окончил 21-ю школу более 30 лет назад. Выпускником гордятся и ученики, и учителя. В памяти Марии Бычковской Алексей до сих пор. Я преподавала у него сначала рисование, а потом черчение. Мальчик был замечательный. Он как-то был взрослее, не по годам. Если там все на перемене носились, он мог сидеть и готовиться к уроку. Мальчишка был потрясающий, очень, честно, жалко. В школьном музее гвардии лейтенанту воздушно-десантных войск Ширнину посвятили большую экспозицию. У Алексея очень много друзей, хороших друзей. И благодаря им этот музей у нас появился. Парадный китель Алексея, награды, полученные за участие в боевых действиях на Северном Кавказе и испытания парашютов, экипировка десантника, фотографии. Бойцы 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ, в составе которой служил Ширнин в зоне спецоперации, тоже хранят память. Алексей был и нормальным, как говорится, человеком, именно порядочным человеком, и грамотным офицером, и нормальным хорошим бойцом. Способным своим примером повести и бойцов вперед, и сам пойти вперед, несмотря на угрожающую опасность. Он погиб геройски, как настоящий герой. Алексей Ширнин отдал жизнь в мае прошлого года, защищая интересы Родины в Луганской Народной Республике. Награжден Орденом Мужества. В январе постановлением губернатора Московской области 21-й школе присвоили имя героям. Для нас большая честь, что школа, в которой учился Алексей 10 лет, переносит его имя. Спасибо всем огромное. Открытие мемориальной доски на фасаде школы и музея боевой славы приурочены к особой дате. 27 февраля гвардии лейтенанту ВДВ Алексею Ширнину исполнилось бы 50. Встанем! Герои России останутся в наших сердцах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Чуть больше месяца назад из жизни ушла российская и советская актриса Инна Чурикова. Автор прижизненного памятника Народной артистки СССР Александр Рожников создал макет надгробной скульптуры. Первый и пока единственный вариант памятника на могиле великой актрисы увидела Луиза Егиозарян. Вот эта планета Инны Чурикова, она опустилась, вернее, даже приблизилась к планете Земля. Вот эта вот театральная кулиса на эту планету упала, сформировала образ королевы сцены и как бы растворилась в пространстве. Александр Рожников запомнил любимую актрису именно такой. Королевой сцены, кинематографа и просто женщиной-королевой. Символично, что в последний раз артистка выступала перед зрителями в роли британского монарха Елизаветы II. Образ, в котором завершился ее творческий путь, известный скульптор, планирует увековечить. После ее ухода родилась идея создания памятника. Но вот мы тут публикацию нашли, что театр Ленком собирается объявить конкурс на создание надгробия на наводечем кладбище. И сейчас идут какие-то подготовительные работы. Уход народной артистки для Александра Рожникова – личная трагедия. Он был знаком с Инной Чуриковой, созванивался с ней за несколько месяцев до ее смерти. Гордится, что успел создать скульптурную композицию героини фильма «Начало» еще при жизни великой актрисы. И установить ее в поселке Красково, где прошло детство Инны Михайловны. Мне очень отрадно, что вот эту работу, которую мы сделали в 2016 году, она лично утвердила. Глеб Анатольевич Панфилов, великий режиссер, ему это понравилось. Он внес некую правку, он говорит, ты глаза пошире сделай. Она же, говорит, как ребенок. Она на мир смотрит просто вот этими детскими, радующимися глазами. И все состоялось. И вот когда сняли покрывало, был восторг. Мне, как автору, это просто вот мурашки по спине. Широко открытые, по-детски наивные глаза актрисы скульптор подчеркнет и в этой работе. На создание памятника ему потребуется около шести месяцев. Остается только получить одобрение от семьи и коллег российской королевы сцены. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во Дворце культуры прошел открытый межзональный фестиваль-конкурс танца «Ахты Удаль-Люберецкая». Ежегодный праздник, который инициировали представители детской хореографической школы, стал 26-м по счету. Выступление юных артистов в нашем следующем сюжете. Фестиваль «Ахты Удаль-Люберецкая» впервые прошел в 97-м году. Тогда свои танцевальные номера продемонстрировали всего семь детских коллективов. С каждым годом количество участников увеличивалось. И сегодня на сцену Дворца культуры вышло уже 70 хореографических ансамблей со всего Подмосковья. Это счастье для детей во Дворце культуры в таком хорошем выступить. Очень многие дети занимаются в школах, где нет таких хороших условий. А здесь сцена, освещение, прекрасные костюмы у них, хорошая музыка. И дети счастливы. Всех участников распределили по трем возрастным группам. Они выступали в пяти номинациях. Классический танец – народный, бальный, эстрадный, историко-бытовой. Большой популярностью пользуются русские народные танцы. Мне как-то сами дроби нравятся. Вот звук от каблуков. У нас первым танцем был полонез. И вот в нем мы выступали под коллективом «Ритм». Я думаю, я хорошо выступила. Были, конечно же, иногда маленькие ошибки, а так я довольна собой. Членам жюри предстояло выбрать лучшие коллективы в каждой возрастной группе и в каждой номинации. Но дипломами и памятными призами наградили всех участников фестиваля. В этом году конкурс посвятили круглой дате – 400-летию города Люберцы. Луиза Игия-Сарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Участники Люберецкого клуба «Активное долголетие» отметили масленицу в кругу друзей. Под аккомпанемент баяна и старых добрых песен долголеты делились друг с другом умением печь и украшать традиционные блинчики. На месте событий побывал Богдан Колесников. Для того, чтобы был очень вкусный блин, его надо сначала красиво украсить, для того, чтобы его съесть. И мы начнем его украшать. Глазки, носик, ротик. И сделаем большой красивый чуб, чтобы у нас был красивый парень на деревне. И вот такой красивый блин мы его скушаем с удовольствием. Креативными идеями, как оригинально оформить блинчики с начинкой, готовы поделиться все участники клуба. Только успевай записывать. К мастер-классу присоединился глава округа Владимир Волков. Кто-то может его завернуть, как мешочек, сделать. Можно в чашу, можно салфеточку. Мы все взяли. Да, может, как можно. Преугольником и дальше нарезаем. А теперь самое главное – попробовать. Праздничные столы украсили тонкие кружевные блины, аппетитные и пышные. Масленичное угощение по вкусу нашел каждый. У нас лакомка, самый вкусный день масленицы. И мы, естественно, в клубе приготовили блины, угощения и пригласили всех наших самых активных девушек, которые у нас есть в долголетии. У нас некоторые красавицы наши ходят даже в несколько активностей подряд. Приходят с утра, занимаются гимнастикой, потом плавненько переходят на рисование, потом уходят, пообедают и вновь возвращаются к нам. Уже с красивыми повязками на восточные танцы. Клуб «Активное долголетие» открыли в Люберцах в сентябре 2020 года. Его посещают более 9 тысяч жителей округа. Вступайте в активное долголетие! Живите минимум долголетия! Богдан Колесников, Петр Пановаренко, телеканал ЛРТ. Блинами и народными гулянями проводили масленицу в Люберцах. На территории 20-й гимназии, где организовали одну из площадок празднования, работали мои коллеги. Побежали в право! Побежали в право! И в лицу побольше выпекай! Без масленичной карусели и русской народной игры «Ручеек» не обходятся народные гуляния. В толпе частушки и звонкий смех. Праздник проводов зимы и встречи весны объединил и детей, и взрослых. Праздник замечательный, веселый такой, прям прелесть. Еще когда мы соленовали с бабушкой, мне понравилось. Праздник оказался очень яркий, много эмоций в день. Участники школы, ну, они приготовили блины, и их можно было окунать в варенье. И это было очень вкусно. Кроме угощений и старинных масленичных забав, на праздники подвели итоги конкурса на лучшую масленичную куклу. Победа очень суперская. Подарки идеальные. Мы делали эту куклу всей семьей. Победа вот. Сегодня и хороводы возили, и блинами всех угощали, и конкурс «Маслениц» провели, и конкурс «Блинопеков». Всех наградили, всех с удовольствием, от радости поздравили с масленицей. Завершилась последняя неделя перед Великим постом. Он продлится семь недель. На следующий день после его окончания, 16 апреля, наступит главный христианский праздник – Пасха. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. На масленичной неделе в городском округе прошли тематические концерты с традиционными русскими забавами, ярмарками и, конечно, главными угощениями. На одной из точек в парке «Наташинские пруды» работала наша съемочная группа. Последний день «Масленицы» собрал на одной площадке жителей и гостей городского округа «Люберц». Весь день в парке «Наташинские пруды» выступали лучшие творческие коллективы Подмосковья. Своими песнями порадовали и артисты из Москвы. Сколько лет я спорю судьбой, ради этой встречи с тобой. В перерывах между творческими номерами со сцены звучали поздравления и наилучшие пожелания. Мы дорожим нашими традициями, нашей культурой, нашей страной. Поэтому сегодня в нашем парке проходит это мероприятие. Я поздравляю всех с этим праздником. Всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Сегодня же еще есть и прощенное воскресенье. Поэтому я, конечно, приношу свои извинения. Если мы чем-то обидели, я слово мы вкладываю, что это администрация, совет депутатов, это большая команда в «Люберцах». Мы стремимся, чтобы «Люберцы» были благоустроенными, красивыми. В то время как одни посетители парка наблюдали за сценой, другие соревновались в метании валенка, прыгали на батутах, учились готовить блины или просто угощались главным блюдом. Блины очень вкусные. Поздравляю всех с Масленицей. Чтобы у вас все было хорошо. Ура! Всем хорошего настроения, веселого, вкусных блинов. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, чтобы у всех все было хорошо. В программе «Широкой Масленицы» по традиции праздничная ярмарка. Здесь можно приобрести сувениры, изделия ручной работы и продовольственные товары. В частности, несколько сортов и видов меда, привезенных из различных уголков России. Мед у нас с кочевой пасеки. Пасека у нас находится в Краснодарском крае. С Краснодарского края мы начинаем собирать разнотравья. И потом, когда мы там собрали, переезжаем в Ростовскую область. Дальше по ходу и до Московской области. А в мастерской тем временем кипит творческий процесс. Маленьких жителей округа учат создавать узоры по мотивам русских народных росписей. Так же, как и на бумаге, все лепестки вы сводите все в одну точку. Можно повторить еще раз. Мастер-класс прошел в рамках проекта ресурсного центра «Фэшн Хаб» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Были рады предмонстрировать мастер-класс школьникам, младшему возрасту. Снили участие в мастер-классах порядка 60 человек. Также были представлены мастер-классы по бюджетской росписи. Занятие по душе в этот день нашел каждый посетитель Наташинского парка. Независимо от возраста или рода деятельности. Ведь Масленица – это один из тех праздников, которых объединяет поколения. Луиса Игия Сырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел открытый турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню Защитника Отечества. На праздники грации и красоты побывала наша съемочная группа. В турнире приняли участие почти 400 спортсменок из московского региона. Люберчанка Мария Михайлова занимается художественной гимнастикой 9 лет. Каждый номер своего выступления продумывает до мелочей. Выступление мне очень понравилось, во мне оно было зажигательным. Я хочу от своих занятий получить мастер спорта. Если меня тренер возьмет дальше, то я пойду дальше с ним. Художественная гимнастика развивает гибкость, ловкость и выносливость, дисциплинирует, укрепляет чувство уверенности в себе. Покорять спортивные вершины помогают ежедневные тренировки и наставления тренера. Я говорю, что побеждает всегда не тот, кто умеет, а тот, кто владеет собой до конца. Многие любят себя в спорте, а надо, чтобы ты любила спорт. И тогда ты будешь там, где нужно. Выступление оценивают жюри, в составе которого заслуженные тренеры и спортсмены. Чтобы получить высокую оценку, нужно превзойти соперницу не только в технике. У нас первая бригада судит элементы тела, вторая бригада судит элементы предмета, третья бригада судит артистизм, гимнастский, четвертое – техническое исполнение. На второй день соревнований мастерство спортсменок наряду с жюри оценивали их папы. Спортивный праздник к 23 февраля проходит каждый год. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе прошел ежегодный чемпионат по стрельбе из боевого оружия. Участвовали представители силовых структур и муниципальные служащие. Как прошли соревнования, расскажут мои коллеги. Вам дается три выстрела, три минуты пристрелочные с оружием. Все же общались? Все знают, что стоят на огне? Вот, напоминая правила безопасности любые, оружие всегда направлено в сторону мишени. Ни вверх, ни вниз, ни лево, ни право. Тем более, никогда не поворачиваемся сюда. Вначале инструктаж и проверка правил безопасности обращения с оружием. В команде по три человека. У каждого по два подхода. Первый – пробный, второй идет на зачет. Дружинник Павел Казанкин участвует в таких соревнованиях впервые. Я в тире стрелял с пневматики, с боевого второй раз. Судя по результату, впечатление положительное. Главное, чтобы в жизни это никогда не пригодилось. В чемпионате приняли участие депутаты, члены общественного совета при Люберецком УВД, представители спорткомитета округа. За команду Люберецкой администрации выступил Владимир Волков. Те, кто этим занимается, люди, больше относящиеся к профессии силового блока. Но тот любитель, который хочет повысить свою подготовку, конечно же, может ее реализовать на территории нашего округа и прилегающих к нам районов. Поэтому тиры есть. Это очень интересно, очень познавательно. Поэтому рекомендую. Очередной чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова проведут уже в следующем году. В преддверии дня защитника Отечества. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин